В Наринмаре прошли публичные слушания по исполнению окружного бюджета в 2020 году. Участие в обсуждении его параметров приняли представители государственных органов власти, институтов общественности, депутаты собрания Ненецкого автономного округа. В самом начале своего доклада об исполнении окружного бюджета в 2020 году первый заместитель руководителя Департамента финансов и экономики Сергей Михайлов отметил, что 2020 год был одним из самых тяжелых для экономики Ненецкого автономного округа. Выпадение доходов казны достигало порядка 28% по сравнению с 2019 годом. В 2020 году доходы бюджета составили около 22 миллиардов рублей, а расходы порядка 23,5 миллиардов. Дефицит при этом 1,5 миллиарда рублей. Доля налоговых доходов в общем объеме окружного бюджета в прошлом году составила 46% и в основном была сформирована за счет поступления налогов на имущество и прибыль организаций. Наибольший удельный вес в структуре неналоговых доходов окружного бюджета составили доходы в виде доли прибыльной продукции Харягинского СРП. Это 3 миллиарда 400 миллионов рублей, что в два раза меньше, чем в 2019 году. Выпадение доходов было обусловлено снижением цены на НЕВ. В 2020 году в окружной бюджет из федерального бюджета поступило около 8 миллиардов рублей в виде межбюджетных трансфертов. Одна из наиболее больших сумм федеральных денег была направлена на продолжение строительства дороги на Ринмар-Усинск. Что касается расходных обязательств в целом, то наибольший удельный вес здесь составили расходы по разделам национальная экономика, образование, социальная политика, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение. Активное участие в обсуждении исполнения окружного бюджета приняли депутаты окружного собрания. Спикер регионального парламента отметил, что при всей сложности 2020 года была проведена большая работа с федеральным центром для возмещения части выпадающих доходов. В целом, конечно, без поддержки федерального центра нам бы не удалось. И те письма, которые писали мы, которые были в обращении ваших депутатов, Александр Ильич, они помогли. Мы получили два транша в сумме миллиард девятьсот только дотации на выравнивание в связи с падением доходов. Мы получили в конце года один миллиард сто бюджетного кредита под 0,1%, который у нас до июля этого года. И в связи с этим сэкономили расходы по обслуживанию госдолга. Мы не скатились в долговую яму. У нас нет ни рубля коммерческого кредита на 2021 год. Это тоже большое достижение нашей совместной работы. Традиционно бюджет Ненинского округа является социально ориентированным. В связи с выпадением значительной части доходов не изменился ли его социальный характер. Или нам удалось все-таки сохранить достойный уровень социальной поддержки в полной мере. Либо есть здесь какие-то вопросы, которые требуют вмешательства, в том числе и депутаты. Отвечая на вопрос спикера регионального парламента, главный финансист округа отметила. Наш бюджет окружной был и остается социально ориентированным. Все выплаты, которые были ранее установлены, они выплачены в срок. И даже не только сохранили имеющиеся выплаты, но даже их увеличили на 161 миллион рублей по сравнению с 2019 годом. Вице-спикер регионального парламента Максим Арбузов поинтересовался, имеется ли кредиторская задолженность по субсидиям по регулируемым видам деятельности в сфере ЖКХ и транспорта. Они же в начале, в конце 2019 года формировали бюджет, были заложены не в полном объекте. Татьяна Лагвиненко пояснила, что на начало года в окружном бюджете предусмотрено было только 70% средств от плана. Недостающую разницу добавляли по частям в течение года и рассчитались полностью. Задолженности на конец года не было. Депутат Александр Чурсанов затронул тему поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в округе в связи с ограничительными мерами для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Что касается малого бизнеса, безусловно, такие меры поддержки, как отсрочки и реструктуризации действующих договоров, как микрозайма, так и лизинга, это наш центр развития бизнеса, дешевые льготные процентные ставки по займам, как раз за счет тех денег федеральных, которых мы получили в прошлом году, по 2% минимальной процентной ставки. Это сниженные арендные платы по арендуемому имуществу. Это меры, такие как новая субсидия на возмещение жилищно-коммунальных услуг для организаций из наиболее пострадавших отраслей. Кроме того, была увеличена субсидия по аренде для социальных предпринимателей. Еще один вопрос, который постоянно поднимают депутаты, касался разработки программы по комплексному развитию сельских территорий и привлечения федеральных средств. Мы абсолютно поддерживаем идею, что нужно совместно с заполярным районом сделать по каждому населенному пункту ту модель, к которой мы бы хотели прийти через несколько лет. Безусловно, силами департамента, силами специалистов в области АПК этого результата не добиться. Тут нужно межведомственное взаимодействие, это департамент строительства, здравоохранения, цифры с точки зрения цифровизации, подведения связи. И для того, чтобы эту работу регламентировать и сделать более эффективной, в начале года у нас в ручном режиме Юрий Васильевич Бездудный провел установочное совещание, где призвал ответственно отнестись. В принципе, это и помогло нам эти заявки сгенерировать. Резюмируя вопросы, прозвучавшие в ходе публичных слушаний об исполнении окружного бюджета в 2020 году, спикер регионального парламента обратился к текущему периоду, который также не обещает быть простым. Анализ года 2020 предполагает, что задачи на последующий период. И вот буквально в июле мы начинаем работу на последующий бюджет. Иван Никонов, Леонид Шишелов, Антон Водряков, Телеканал «Север». Продолжение следует...